Нет, детка, я не псих. Я не монстр и не псих. Нет! В который раз я понятия не имею, что делаю? В который раз я понятия не имею, с кем и чем придется столкнуться. Но и в который раз я убежден, что история будет что надо. Какой человек мог совершить такое? Более 36 молодых девушек в пяти штатах, жестоко избиты, задушены и изнасилованы после смерти. Обнаружены останки скелетов шести женщин. Обнаружены фрагменты четырех черепов, расчленение, некрофилия, калечение половых органов зубами. Я хочу узнать, что у него в голове, что его привело к этому, чем мотивированы его преступления, зачем ему понадобилось убивать. В США 70-е годы. Это эра злости, постоянные демонстрации и массовые беспорядки. За 10 лет число насильственных преступлений выросло на 130%. Количество убийств выросло на 62%, изнасилований на 116%. В 1970-х феномен серийного убийцы был новым и пугающим. Такого термина попросту не существовало. Тот факт, что кто-то может убивать, убивать и убивать, и долго оставаться безнаказанным, пугал общество. Дэвид Берковиц – 9 жертв, Анжела Буона и Кеннет Бьянки – 13 жертв, Джон Гейси – 33 жертвы. Но больше всех их заставлял нервничать Тед. Бывший студент-юрист, молодой, умный, красноречивый, очаровательной внешности мужчина. И один из самых разыскиваемых – ФБР-преступника. Да, я хочу выполнить мою логическую обучение, become a lawyer and be a damn good lawyer. Он совсем не был похож на человека, который на части раздирает молодых девушек. В Сиэтле и его окрестностях полиция расследует исчезновение молодой девушки. Линда Энн Хилли, 21-летняя студентка, пропала из квартиры, в которой проживала. Когда на следующий день соседи Линды не обнаружили ее дома, в газетах сообщили, что девушка пропала. После обнародования этой информации полиция тут же начала осмотр места преступления. Комната была опрятной, в ней не было никаких подозрительных следов, за исключением крови на подушках и простынях на уровне головы. Кровать была аккуратно заправлена, что не сразу дало возможность увидеть пятна. Большинство людей считает, что именно Линда Энн Хилли была первой жертвой Теодора Роберта Банди. У Теда была идеализированная версия своего детства. В родной такоме было четкое разделение между богатыми и неимущими. И семья Теда, а изначально это были лишь дедушка и бабушка, была в группе вторых. Мистер и миссис Банди были хорошими родителями. Каждое воскресенье они посещали церковь и вели добропорядочную жизнь. Они были обычной семьей, но Тед был другим. В течение длительного времени у него были проблемы с речью. Другие дети его не принимали и всегда дразнили. В лагере бойскаутов у него не получались вещи, которые запросто делали другие. Не получались узлы, не получалось правильно стрелять. Это был вспыльчивый ребенок. На все свои неудачи Тед реагировал очень эмоционально и грубо. В старших классах он хотел стать президентом. Собирался показать миру, что дело всегда нужно иметь именно с ним. Он пытался всех обмануть. Тед не был атлетом. Он хотел быть первым в классе, но не являлся таковым. И наоборот, проводил много времени в полном одиночестве. Никто не мог по-настоящему сблизиться с Тедом, хоть он и был очень привлекательным парнем. Казалось, что он не совсем с вами, что он как бы находится не здесь. В нем была пустота. В июне 1974 года в Сейтле пропала еще одна девушка. Она жила в районе Вашингтонского университета, совсем недалеко от места похищения Линды Энн Хилли. Джордж Анн Хоаккенс был наконец-то виден на сегодняшний вечер, немного после ночи. Она была посетителем в Бейта-хоусе и возвращалась к своей комнате, около половины в этой аллее. Ты ever know her as a type of person, who would take off at any time on her own and not tell anyone? No, she wasn't like that at all. She was really close to all of us, and anything she was going to do, she always told us. Общество молодых девушек стало серьезно беспокоиться из-за происходящего. Полиция просила студенток держаться подальше от темных переулков, передвигаться по двое-трое и использовать только парадные двери. Студенты и руководство Вашингтонского университета чувствовали большую злость на того, кто считал, что имеет право вторгнуться в жизнь молодой девушки и оборвать ее. В университете он получил диплом по психологии, а также встретил привлекательную и богатую девушку из Калифорнии, Дайан Джин Эдвардс. Она вдохновила его на желание стать чем-то большим, и он решил, что хочет пойти в политику. В политике Теду нравилось то, насколько важен для политика образ. Это было идеально для него, ведь не нужно быть настоящим. Тед стал работать на республиканскую партию, где познакомился с Марлин Ли Вортманом, который быстро стал его хорошим другом. Они вместе ходили на приемы, на которых присутствовали очень влиятельные люди. И у Теда всегда очень хорошо получалось завязать диалог. Работа Теда заключалась в посещении всех мероприятий, где был Расселлини, демократ, выступавший на выборах против губернатора Эванса. Так вот, задача Банди была записывать все произносимые им слова, чтобы в будущем можно было использовать их против него. Но все было с точностью да наоборот. Тед желал быть в центре всеобщего внимания. У него были амбиции быть признанным, быть настоящим, примером для подражания. Тед все время равнялся на своего коллегу и друга Марлина Вортмана. У них были схожие интересы, и он многое делал, как Марлин. Теду нравился его Volkswagen Juke, и он купил машину в точности, как у него. Марлин собирался учиться на юриста, и Тед тоже решил, что пойдет на юридический. Окончив Вашингтонский университет, Тед стал подавать документы во многие юридические вузы. Но сильно отчаялся, получив результаты вступительных. Они были посредственными, совсем не такими, как он ожидал. Для него это было горькое разочарование. И его отношения с Дайан начали рушиться. Эта женщина была ему не по зубам. Я испытывал любые институты с Дайаном. Я не был в обязательном состоянии, чтобы поднимать ее и сквозь ее вокруг. В то же время она была обеспечена. В целом, Дайан и я, конечно, взяли больше и больше. И тогда Дайан остановилась, и я начинал бояться о том, что она была в порядке. Я получил этот огромный ощущение от отчаяния, что не только ее, но и все. У него затаилась злость, и потихоньку начало зарождаться желание каким-то образом отомстить. Округ охвачен волной страха и запугающей регулярных исчезновений. Первой исчезла 21-летняя Линда Энн Хилли, затем Джорджен Хокинс. Далее почти каждый месяц в Сиэтле и его окрестностях стали пропадать молодые девушки. Гейл Мэнсон исчезла из кампуса колледжа Эвергрин. Сьюзан Ренкорн пропала из кампуса Центрального колледжа Вашингтона. Роберта Паркс пропала из кампуса Университета штата Орегон. 22-летнюю Брэнду Болл видели в последний раз в таверне в Буриене. Шесть нераскрытых исчезновений. Менее чем за шесть месяцев, когда объявили о серии исчезновений, Сиэтл охватил ужас. Кажется, что такие вещи не случаются с тобой. Это случается с другими. О таком читаешь в интернете, смотришь по телевизору. Такое происходит в Нью-Йорке. Но никак не у тебя. Во всех материалах полиции Сиэтла говорилось следующее. Мы не знаем, что происходит. Не знаем, куда пропадают девушки. У нас нет подозреваемых. Полиция рассматривала это дело как преступление, совершенное убийцей или парой убийц. Для следователей это было что-то невиданное. Они совсем не знали, что происходит и что с этим делать. Термин серийный убийца в 70-х годах еще не был нигде зарегистрирован. Примерно за год до начала исчезновений Тед недолго работал на комиссию по преступности Сиэтла. Это дало ему доступ к большому объему криминальной статистики. Он видел, что полиция делала, а что нет. Департаменты полиции не делились информацией с другими юрисдикциями. На вопрос, сколько девушек пропало, полиция отвечала, в нашей зоне одна. А если спрашивали, а в Сиэтле, полиция отвечала, не знаем. У них не было прямых улик, не было описаний потенциальных подозреваемых. Они были в отчаянии. Как-то в баре он встретил девушку по имени Элизабет Клепфер. Она безумно в него влюбилась. И они почти поженились. У нее была дочь. И какое-то время они даже жили как маленькая счастливая семья. Элизабет Клепфер. Это был прекрасный воскресный день. В парке были тысячи людей. Проходили всевозможные мероприятия. Много молодых девушек. Они чувствовали себя в полной безопасности. Но в какой-то момент две девушки, Денис Неслунд и Дженис Отт, бесследно исчезают из парка озера Саманиш. Из запроса очевидцев стало ясно, что некоторые свидетели в парке видели, как подозреваемый подходил к обеим пропавшим девушкам. Денис Неслунд была на пляже с тремя друзьями. И в 16.30 она вышла в туалет, который находился где-то в 60 метрах от пляжа. И именно в этот момент тот же подозреваемый с гипсом на руке подошел к ней с той же историей о помощи. И она добровольно пошла с ним, чтобы помочь. Больше ее никто не видел. Свидетели также рассказали, что подозреваемого видели за рулем в Volkswagen Juke. И в этот же день, когда пропала Денис Неслунд, несколько женщин видели, как подозреваемый разговаривал с Дженис Отт. Когда она была на пляже, девушки слышали, как они представились друг другу. Она сказала «Привет, я Джен». А он ответил «Привет, я Тед». Она пошла за ним и больше ее никто не видел. Прошло несколько недель, а результат интервью с журналистом Стивена Миша, благодаря которому вы сейчас смотрите то, что смотрите, не сдвинулся с места. Тед все так же не хотел говорить об убийствах. Время этих встреч заканчивалось, и вскоре был найден другой способ добиться цели. Тед не хотел говорить напрямую, и было принято решение завуалировать разговор и дать ему возможность говорить о себе в третьем лице. Знаешь, Тед, у тебя диплом психолога. Ты знаешь подробности дел. Ты знаешь, что было в газетах. Ты умен и складно говоришь. Представь, что ты судебный эксперт. Расскажи, что по-твоему произошло, и какой человек мог это сделать. Ему была дана возможность наконец рассказать свою историю, при этом не сказав ничего, что можно было бы потом предъявить ему на суде. И он начал говорить. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Полиция округа Кинг получила информацию, что таинственный Тед был в центральном колледже и в таверне Сиэтла, где пропали две девушки. И вскоре Теда стали замечать за каждым деревом и за каждым кустом. Полицейские работали по 14 часов в день. Они не были уверены в том, что подозреваемого правда звали Тед. Но это имя принесло тысячи версий. Просматривались базы данных, водительские права, данные о судимости. Они просматривали всех, кто ездил на Фольксвагене «Жук». А вы знаете, сколько жуков было в штате Вашингтон в тот период? 42 тысячи! Вот с чем они имели дело. Ни возможностей, ни ресурсов, ничего. Сначала этот индивид, так он себя называл, развил привычку смотреть порнографию. Далее, индивид с данной патологией начал ассоциировать обнаженных женщин с насилием. Эти чувства росли, пока полностью не овладели им. Он начал слышать голоса и делать то, что они ему говорили. В будущем, в будущем, он сказал, что она не могла уйти. В будущем акт убийства стал самоцелью. Примерно через месяц перестала поступать новая информация. Но прорыв произошел, когда в участок позвонила женщина, сказавшая «Меня беспокоит мой молодой человек. Его зовут Тед Банди. Думаю, вам стоит им заняться». У Теда и Лис были нелегкие отношения. Были признаки того, что в Теде было что-то более сложное, чем она видела изначально. Она нашла мешок с женским бельем в его квартире. Еще там был гипс и несколько повязок. Она была искренне напугана, но при этом не совсем уверена в том, что говорит. В полицию звонило много женщин со словами «Я переживаю, что мой парень может быть этим преступником». Звали его Тед или нет? Но этот Тед подходил по возрасту, по описанию внешности. Он был знаком с Вашингтонским университетом, потому что жил в университетском районе. У него был Volkswagen Juke. Также была найдена информация о том, что этот Тед был в национальном парке озера Самамиш за неделю до похищений. Таким образом, Тед Банди стал главным подозреваемым. Полиция вызвала 8 свидетелей из парка озера Самамиш, дабы показать несколько фотографий Теда. Семеро из них утверждало, что Тед Банди и таинственный Тед – ни одно лицо. Не было ни отпечатков пальцев, ни свидетелей. Физически ничего не связывало Теда с этими преступлениями. Им было нечего ему предъявить. И в тот раз Теда так и не пригласили в полицию на официальный допрос. Люди не понимают, что убийцы не выходят под покровом ночи с длинными зубами, истекающей по подбородку слюной. Когда это было свидетельство, что исследование достигнуло до конца, полиция предъявила, что они могли только собрать Теда, если он совершил другую преступку и выстрелил. Я любил тебя, Тед. Я решил, что я перейду туда в сентябре. Тед переехал в Солт-Лейк-Сити во времена учебы на юридическом, в университете Юты. Тед, которого люди видели в Юте, был таким же студентом с приятными манерами, образ которого он создавал в Вашингтоне. Законопослушный индивид. Мелисса Смит оставила отца и встретилась с подругой в ресторане. Они поговорили, а потом Мелисса поехала домой. Но так к нему и не добралась. Девять дней спустя тело Мелиссы нашли в округе Саммит. Она была избита и задушена нейлоновым чулком. Законопослушный индивид. Осенью 1974 в штате Юта пропали еще две девушки. Нэнси Уилкокс исчезла после того, как вышла из дома. Ее тело так и не нашли. Законопослушный индивид. Еще одна девушка, Лора Эйми, также исчезла. А потом была найдена в горах Уосадж. Ее избили дубинкой и изнасиловали. Законопослушный индивид. 8 ноября 1974 года 18-летняя Кэрол Дарренч села в машину и отправилась в торговый центр. Припарковавшись, девушка зашла в книжный магазин. Внезапно к ней подошел мужчина. Он представился полицейским и сообщил, что кто-то пытался взломать ее машину. Они вместе подошли к ней проверить, пропало ли что-то. Но Кэрол, осмотрев свою машину, сообщила, что все на своих местах. Тогда полицейский сообщил, что задержанный сейчас в участке. И она должна подъехать туда и написать заявление. Девушку это насторожило, и она попросила показать удостоверение. Мужчина показал значок, и Кэрол согласилась поехать с ним в участок. У него был Вольцваген, это было странно. Но девушка решила, что это просто прикрытие. И села в машину. Далее по дороге в участок полицейский резко съехал на обочину. Кэрол Дарренч запаниковала. Мужчина вытащил пистолет и сказал. «Я снесу тебе башку». Но девушка сумела быстро сориентироваться. Нащупала ручку двери и выскочила из машины. Неизвестный побежал за ней. У него был лом, которым он пытался ударить ее по голове. Но промазал и попал по руке. Кэрол боролась изо всех сил. И вдруг появилась ехавшая в противоположном направлении машина. Девушке снова удалось вырваться. И она побежала к ней. Кэрол Дарренч повезло. Она осталась в живых. Дебра Кент была на спектакле со школой в Юмонт. Она ушла раньше, чтобы забрать брата. Но так и не дошла до машины. Группа студентов лесничек, занимавшихся маркировкой деревьев на горе Тейлор, нашла череп Брэнды Бол. После чего полиция вместе с добровольцами начала поисковую операцию в том районе. И в метрах 30 друг от друга были обнаружены останки трех других женщин. Скелетированные останки 22-летней Брэнды Болл, 21-летней Линды Энн Хилли, 20-летний Роберто Кэтлин Паркс и 18-летний Сьюзен Элейн Ренкарн были найдены в одном месте. В нескольких километрах от места обнаружения этих четырех тел полиция нашла еще двух убитых девушек, пропавших из парка озера Самамиш, 18-летнюю Денис Неслунд и 23-летнюю Дженис Отт. Женщин похищали из разных мест, но в итоге их нашли на одном – на горе Тейлор. Наконец, полиция была вполне уверена, что пропавшие и найденные женщины были убиты одним человеком. Кэрин Кэмпбелл ужинала в ресторане с женихом Реймондом Годовски и его детьми. Затем Кэрин пошла в номер за журналом. Около восьми вечера она зашла в лифт и поехала на второй этаж. Это был последний раз, когда Реймонд видел ее живой. 36 дней спустя ее обнаженное тело было обнаружено в пяти километрах от того места. Далее в Колорадо произошло еще два убийства. Джули Кеннингем, 26 лет, из города Вейл. И Денис Оливерсон, 24 года, город Гранд Джаншкен. Их местонахождение было неизвестно. Не было ни свидетелей, ни улик, ничего. Кому-то сходили с рук убийства. Много убийств в разных штатах. Эту схожесть нужно было рассмотреть. Но в то время полицейские департаменты разных штатов не обменивались информацией. Они попросту не знали, что у кого происходит. Тед гордился тем, что делал. Он считал себя охотником, ведущим большую игру. Он думал, что достиг чего-то действительно особенного. Того, чего никто раньше не делал. Однажды ночью патрульный Боб Хейвард увидел, как Фольксваген едет по улице с выключенными фарами. Он попробовал остановить машину, но водитель попытался сбежать. И после недолгой погони машина все же остановилась. Водителя арестовали за неповиновение полиции. Он был опознан, как Тед Банди. Это казалось незначительным делом, мелким правонарушением. Казалось, что это была ошибка. Ведь перед полицией был выпускник колледжа. К тому же человек, принадлежавший к церкви мормонов. Но вскоре после этого случая правоохранительные органы нашли в машине Теда Банди сумку с лыжной маской, ножом для колки льда и обрывки ткани. Найденные в его машине предметы были весьма подозрительны. Также он соответствовал описанию человека, который пытался похитить Кэрол Дарренч. И именно с этого момента следствие над Тедом Банди началось всерьез. Полиция связалась с выжившей девушкой и попросила явиться в участок. К моменту, когда Теда привезли на опознание, он подстриг волосы, сделал пробор на другую сторону и стал оказаться, будто он совсем другой человек. После опознания Теда Банди, Сразу обвинили в похищении. На главной странице газеты Seattle Post появился заголовок «Тед из Юты и Тед из Сиэтла. Одно лицо». Тогда же и начался диалог между штатами. Это была первая конференция с участием нескольких департаментов. Убийства были схожи, почти идентичны. Но на тот момент дело о похищении Кэрол Дарренч было самым сильным против Теда Банди. Дело попало в суд в феврале 76-го. Тед активно участвовал, изучал дела и предлагал своим адвокатам идеи. Он показывал себя как аккуратный, ничем не выделяющийся парень. До суда Тед отказался от права на суд присяжных. И решил предстать перед судьей Хэнсоном без них. Так как Банди и его адвокат Брюс Любек не переживали по поводу процесса. Они считали Кэрол Дарренч слабой и неуверенной в себе. В процессе вынесения приговора Теда отправили на 90-дневную экспертизу для оценки его вменяемости. Психологом, который должен был решить отправить человека в тюрьму или назначить условный срок, был назначен Алл Карлайл. Вопрос стоял не о его вине. Он уже был признан виновным. Нужно было понять, склонен ли он к жестокости и насилию в дальнейшем. Банди очень радужно описывал свою мать и дедушку с бабушкой. Алл разговаривал с его семьей и те считали его удивительным ребенком. Алл Карлайл разговаривал с несколькими из его знакомых из Солт-Лейка. И некоторые из них говорили, нет, у него есть и совершенно другая, темная сторона. Одна девушка рассказала, что они как-то плавали вместе, и он опустил ее голову под воду и держал там. Потом дал подняться на поверхность, сделать вдох и снова опустил под воду. Доктор Карлайл также узнал о важном событии, которое, как он думал, сильно повлияло на Теда. Когда ему было примерно 14 лет, в старом сундуке он нашел свое свидетельство о рождении. И в том месте, где должно было быть написано «отец», значилось неизвестно. Так он узнал, что он внебрачный ребенок. Мать Теда, Луиз, родила его в доме для брошенных матерей. Она не собиралась растить ребенка. Но ее отец, дедушка Теда, настоял на том, чтобы она забрала сына домой. Отрицание, отрицание и отрицание. Для доктора Алла Карлайла это был серьезный звонок. Экспертиза подходила к концу и Тед спросил. Алл, вы верите, что я совершил убийства, в которых меня подозревают? Алл Карлайл немного помолчал и сказал. Тед, я не знаю, но думаю, что если убили, то убьете снова. У детективов были косвенные улики, связывающие Банди с гостиницей «Уайлвуд». С помощью ордера на обыск в квартире Теда была найдена рекламная брошюра гостиницы. Полиция также запросила чеки Теда на заправку бензина. И определила, что он был в паре километров от Кэрин Кэмпбелл в вечер ее исчезновения. Но главное, был свидетель, который видел его в лифте в день, когда пропала Кэрин. Ему предъявили обвинение в предумышленном убийстве первой степени, что предполагало смертную казнь. Штат Юта разрешил экстрадировать его в Колорадо, так как речь шла об убийстве. А это обвинение было куда серьезнее попытки похищения. Предполагалось, что Банди оспорит экстрадицию. Но в зале суда он заявил, что готов ехать в Колорадо. В ожидании суда его определили в тюрьму в Аспене, штат Колорадо. Охранники обращались с ним как со всеми. Будто Тед не был ничем особенным. Ему было тяжело это выносить. Он не мог быть как все. Тед Банди проводил свои дни в 16-камерной окружной тюрьме, где большую часть времени готовил свою защиту. Субтитры сделал DimaTorzok Шли недели, месяцы. Наступила весна и возможности стали исчезать одна за другой. Субтитры сделал DimaTorzok В суде у Круга Питкин происходит предварительное слушание единственного уголовного дела тем утром. После, как обычно, наступает перерыв. Тед прибывает в задней части зала суда, где находится юридическая библиотека. Его адвокаты курят в коридоре, когда подходит помощник шерифа, интересуется, знают ли они, где Банди. Все рвутся к библиотеке, где охранник сообщает, что из окна второго этажа выпрыгнул человек. На этом судебное слушание в тот день и заканчивается. То, что произошло, кажется нелепым, но именно это и произошло. Обвиняемый в убийстве первой степени выпрыгнул из окна суда и просто исчез. За ним никто не следил. На нем не было ни наручников, ни цепей. Ему позволяли абсолютно свободно передвигаться по залу суда. В то время не было дикостью, когда обвиняемого в убийстве первой степени так плохо охраняли. Из Аспына куда-либо ведут лишь две дороги. Полиция вместе с помощниками шерифа поставили блокпосты и начали проверять каждую машину, покидающую город. Но ТЭД так и не был нигде замечен. Это было безумие исчезнуть из зала суда во время слушания. Полиция не понимала, что происходит и что с этим делать. Местные жители приезжали на лошадях с ружьями и бандольерами через плечо, готовые помочь и отправиться куда угодно на поиски банди. 150 человек и 5 собак прочесывали каньоны Аспына. Но все это не приносило результатов. На третий день поиски в окрестностях Аспына начали сворачиваться. И на этом этапе к делу подключилась ФБР. Банди стал беглецом в федеральном розыске. Они смогли подключить дополнительных сотрудников, новое оборудование и транспорт. Но даже тогда ФБР не сильно помогло. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Он выезжал из города, но по какой-то причине развернулся. Тогда его и задержали. Из зала суда Тед вышел босиком и в лохмотьях. Он хромал и весил на 11 килограммов меньше, чем 6 дней назад. После своего второго ареста Тед говорил о том, что как глупы поймавшие его люди и насколько он превосходит их. Может было и так. Но в тюрьме сидел он, а не они. Банди сбежал в разгар слушаний по обвинению в похищении и убийстве. Но теперь к этим обвинениям добавилось еще одно – побег из-под стражи. В тюрьме Тед все еще ожидал суда за убийство Кэрин Кэмпбелл. Вечером охранник, как обычно, принес ему еду и ушел. На следующее утро он вернулся и нашел ее нетронутой. Заглянув в камеру, казалось, что Банди спит. Но когда охранник зашел внутрь и отдернул одеяло, то обнаружил на месте Теда кучу книг. Банди снова сбежал. Во второй свой побег Тед был весьма изобретателен. Он похудел до 63 килограммов и вылез через дыру в потолке. Ему удалось залезть на книги, дотянуться до потолка, проползти по перекрытиям и залезть в квартиру одного из тюремщиков. Там Банди взял его одежду и просто вышел через входную дверь. Второй побег Теда был кошмаром. Он исчез, и в этот раз никто даже и предположить не мог, в какой стороне его нужно искать. Он был жестоким убийцей, искусным обманщиком и психопатом. А еще он был на свободе. Органы правопорядка искали его повсюду. Ведь всем известно, что серийные убийцы орудуют до тех пор, пока его не остановят. Помощник прокурора Джеймс МакКонки одобрил рассмотрение документа, в котором шла речь о полном соучастии ФБР в розыске Теда Банди. Но даже с участием ФБР обмен информацией в то время был настоящим испытанием для органа власти. Не было центральной базы данных, не было интернета. ФБР имела ограниченную связь с населением, и вследствие всегда была задержка между событиями и рассказом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова не было никакого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ФБР 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 Депутат, депутат и остальные, помогают в этом hunt. День в Пенсаколе, я делал лучшую работу. Было солнцем, я ходил на море, лежал на море. И я сказал, что я сказал, что это день, это было круто, что это началось в 1970, лежал на море и на море. Я был очень уверен, и я просто чувствовал, очень сытой, вот как всё работает. Получился 31-летний человек на свете в Пенсакола, Флориде. Он был принятым в гражданах в Штуре. Кто это был? Он был принятым, который был кратком, который был в граждане и carrying 21 кредит, которые были в ФСУ. В начале его заключения в округе Пенсакола у Теодора Роберта Банди было другое имя. Он представился полицией 20-летним Кеннетом Майснером из Талахаси и даже предоставил документы на это имя. Настоящий Кеннет Майснер услышал, что он якобы в тюрьме и известил полицию, сообщив, что это не он, что его там нет, и он ничего не делал. Тед предоставил водительские права, но в 79-м они печатались на обычном листе бумаги, и на них даже не было фотографий. У детективов появилась информация, что машина неизвестного была угнана недалеко от общежития Кай-Омега. Тогда полиция и начала думать, что это может быть их первый подозреваемый. Теодор Банди наконец-то назвал свое имя полицией в обмен на телефонный звонок его девушке Лиз Клепфер. Это будет интервью с Лиз Клепфер. Вы начинали на 16-78 и описали телефонный звонок вы получили от Тед Банди. 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 Он снова звонил и сказал, что он хотел поговорить о том, о чем мы говорили. Он сказал мне, что он был болен и что он был воплотанным, что он не понимал. И что он просто не мог удовлетвориться. Он спрятал много времени, пытаясь сохранить нормальную жизнь, и он просто не мог это сделать. Полиция в Пенсаколе задержала человека за рулем краденой машины и, к своему удивлению и, возможно, удовольствию, обнаружила, что это Теодор Роберт Банди. Тед рассказал, что, сбежав из Колорадо, он сел в автобус и доехал до Денвера. Оттуда улетел в Чикаго. Там сел в поезд до Ан-Арбор и по приезде пошел смотреть, как его Вашингтонский университет играет против Мичиганского. Тед смотрел игру в студенческом баре, где он напился и чуть не был избит фанатами Мичигана. Потом провел ночь в храме, а на следующий день украл машину и доехал до Атланты. Там он бросил ее и сел на автобус до Талахаси. Было невероятно, что у него получалось так долго скрываться от полиции. Тот факт, что Тед смог сбежать с тюрьмы в Колорадо и добраться до Флориды, кажется безумием. Но в конце 70-х не было технологий, которые имеются сейчас. Он верил, что его не смогут поймать. И после всего сотворенного им ужаса его взяли за вождение. За вождение, Карл. Тед жил в доме в четырех кварталах от общежития Кая Мега. Плюс большая часть кредиток, найденных при Банди, были украдены в пабе Шерц, который находился недалеко от места преступления. Вот таким образом Теодор Роберт Банди и стал главным подозреваемым по делу женского общежития. На тот момент Банди также начали подозревать в убийстве Кимберли Лич. Полиция отследила ряд найденных при нем краденных кредиток и выяснила, что он ночевал в гостинице Holiday Inn в четырех километрах от средней школы Lake City. Но чтобы завести дело об убийстве, нужно было сначала найти тело. И примерно полтора месяца спустя они нашли то, что искали. Двенадцатилетнюю невинную девочку схватил и жестоко убил монстр. Монстр по имени Тед. Тед Банди был безумным убийцей и его должны были казнить. Но ни по одному из дел еще не было вынесено обвинение. Органы власти посчитали, что для начала Банди нужно судить в Талахасе, так как там была более надежная тюрьма. Но полиции нужны были серьезные улики, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. И шериф Кеннет Кацарис придумал способ, как их раздобыть. Однажды ночью Банди вывели из камеры и посадили в машину. Она заехала за угол тюрьмы к лестнице черного хода. Дверь машины распахнулась и перед Тедом оказалось три врача. Банди не был в курсе наличия у полиции укуса с места преступления. Он начал выходить из себя, но все было четно. У шерифа был ордер для полного осмотра полости рта. Его настрой тотчас изменился. Он спокойно сел в стоматологическое кресло, улыбнулся и сказал, «Я не агрессивный человек. Делайте, что надо». Все понимали, что полиция Талахаси задержала кого-то очень особенного. Точки начали соединяться по всей стране. От штата Вашингтон к штату Юта и через скалистые горы к Флориде. «Все не было». «Listen up, please. Hold it down. Hold it down a minute». «If you have a tape or a package that's ready to feed, bring it to the feed point between 11 and 11.30». «Лarry Warren, reporting live from Ted Bundy's double murder trial». «He is charged with killing two female students at Florida State University». «He is also being shot for questioning in 36 flags». «Those whose bodies have been found were sexually molested and severely beaten». Жуткий характер дела, чудовищность насилия и личность Теда Банди создали историю, которую СМИ не могли проигнорировать. «As a result of a Florida State Supreme Court ruling, the Bundy trial would be open to TV cameras, no matter what the prosecution or the defense had to say». «Это был первый раз, когда телевидение настолько освещало процесс». «Там были СМИ из 50 штатов и 9 зарубежных стран». «4, 3, 2, 1». «The circuit court, 2nd judicial circuit, other state of Florida State in New Orleans County, it's now in session. The Honorable Edwin C. Coward, presiding, will be seated». «We're conducting public business doing, and we're gonna conduct it in sunshine, as we've said in Florida». Улики против Банди были очень скудны, но проблема была в том, что он не был типичным обвиняемым. СМИ уже давно осведомили всю Флориду новостями с досудебной оглаской того, что сделал Тед Банди. Любая информация играет большую роль в уничтожении общественной веры в невиновен, пока не доказано обратное. Для адвоката Банди Майкла Минервы стратегия в столь резонансном деле заключалась в следующем. «Просто сидите спокойно, с невинным видом». Для него самым главным было спасти жизнь Теда. И первым делом нужно было обсудить возможность переговоров о сделке о признании вины. После их диалога Тед сообщил Майклу, что готов на сделку о признании вины. Тем утром все думали, что Банди пойдет на сделку о признании вины. Но сразу после начала слушания Банди встал и начал свою речь. Он саботировал сделку и просто отказался от нее. Адвокат Майкл Минерова более не мог продолжать работать над делом. Стоять перед присяжными и пытаться убедить их, что его подзащитный невиновен после слов Теда о вере адвоката в его виновность было невозможно. Так любить жизнь и отказаться от такой уникальной сделки так мог сделать только он. Но судья не одобрил ходатайство об отстранении. Таким образом, он остался в ограниченной роли консультирующего адвоката. И поскольку Банди так сильно настаивал на участии в деле, судья разрешил ему быть адвокатом самому себе. Что казалось выдумкой, ведь он даже не был специализированным юристом. Он всегда знал лучше. Он считал, что знает, что ему нужно. Лучше любого адвоката. Ты собираешься за другим адвокатом? Ты собираешься за себя или ты собираешься за другим адвокатом? Я стою с человеком, который я знаю лучше сейчас, и это я. Из-за досудебной огласки процесс Банди был перенесен из Талахаси в Майами. Слишком много людей знали о деле Банди. Во время суда Тед был очень непоследователен, импульсивен и даже странен. Никто не мог контролировать его поведение. Он постоянно уходил в сторону и переводил тему. Это раздражало всех участников суда, включая саму сторону защиты. Это было непривычно, такого никогда не случалось. Банди напрямую попросил у судьи занятия спортом, больший доступ к юридической библиотеке тюрьмы, больше встреч и пишущую машинку. В перерыве судья Ковард посетил камеру Банди и сказал, что освещение правда плохое. После он постановил перевести Теда в комнату, где ранее велись переговоры. Банди был уверен, что он достаточно умен, сообразителен и хитер, чтобы избежать обвинительного приговора. Рэй Крю был одним из первых офицеров, прибывших тем утром в общежитие Кай Омега. Его вызвали свидетелем, чтобы описать картину случившегося там. И внезапно, по непонятной для всех причине, Банди решил сам допросить этого свидетеля. Такого никто ранее не видел. Тед Банди просто-напросто пытался оживить картину кровавого месива, которое сам же сотворил. Он снова и снова в мельчайших деталях требовал рассказать, что видел полицейский. Он уже видел эту страшную картину, а теперь жаждал ее повторений. Рэй Крю. 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 Присяжные совещались шесть с половиной часов и в половину девятого вечера вернулись в зал суда, чтобы объявить свой вердикт. Продолжение следует... В 1979-м судебные разбирательства для Теодора Роберта Банди не закончились. Было еще одно дело – обвинение в убийстве школьницы Кимберли Лич. Стратегия данного процесса была очень слаженной и четкой. Был свидетель, который видел, как Банди сажал Ким Лич в свой фургон. В нем же было замечено пятно крови той же группы, что была у Ким. На коврике фургона нашли множество волокон одежды девочки, а на ее одежде обнаружили волокна пиджака Банди. Еще следы обуви против Теда была гора улик. Банди сам защищал себя. В этот раз он проявлял невероятное высокомерие. Даже устроил внезапную свадебную церемонию между собой и Кэрол Бун. А после было его последнее слово, во время которого он развел руки и сравнил себя с Иисусом. На следующее утро у них был вердикт, виновен в убийстве первой степени и должен быть приговорен к смертной казни за убийство Кимберли Дайан Лич. Это был долгий трудный процесс, но это была и победа, которая принесла невероятное облегчение. Кэрол Бун Регулярно проносила ему наркотики во влагалище, а потом он уносил наркотики к себе в камеру в анусе. Тед и Кэрол были безумны. Она любила его и сказала, что хочет от него ребенка. И эту идею они воплотили в жизнь. Мы продолжали смотреть на ванну. Там черная карта, и это было реально ночью. Но после первого дня, они не любили, чтобы они не хотели. В камере смертников они создали маленькую счастливую семью. Тед, Кэрол и маленькая девочка Роза. Адвокаты Банди все же обратились в суд в попытке доказать, что он не дееспособен. Было произведено неврологическое обследование, которое показало, что у Теда Банди биполярное расстройство. Так люди впервые услышали о его психическом заболевании. Он говорил о голосе в его голове. Говорил, что не чувствует любви и не способен сочувствовать. Таким образом, они получили отстрочку в три года на исполнение приговора. Десять лет Тед Банди боролся против казни на электрическом стуле. И в последние дни перед смертью он решил признаться. Тед всегда считал, что знание о преступлениях – его главный козырь. Он думал, что согласившись признаться, он убедит мэра отложить казнь еще на несколько лет. Боб Кэппл, детектива Круга Кинг и Билл Хегмайер, агент ФБР, приехали в тюрьму в Рейфорде, штат Флорида, чтобы наконец-то услышать Теодора Роберта Банди. Я в Рейфорде, Флорда, с Мистер Тед Банди. Мы были встречами, и сейчас это два дня назад, предоставлено его дателем. Вы были вовлении в каком хомисидах? Ну, мы пришли в 30. Мы добавили это. Это лето, как ты сказал, но я думаю, что это довольно близко. Продолжение следует... Калифорния, Орган, Вашингтон, Идохо, Утах, КОлорадо, Флорда, между 1973 и 1978. В несколько раз, и я не знаю, как много, но вы оптите, чтобы сварить головы от убийства. И как много, где вы, как 30? И, может быть, это не может. Вы слышите? Я слышу. Я просто сказал, что Хоакинс-герлс головы отберутся и отберутся на дорогу около 25-50 метров и уберутся в районе около 10 метров в северной дороге на ровном хиллоне. Вы слышите? На следующее утро люди проснулись и во всех газетах увидели правду. Для всех, кто еще верил, было все кончено. 23 января 1989 года Теду позвонил его адвокат и сказал, что ни Верховный суд, ни мэрия, ни одобрили отсрочку. Так он узнал, что все-таки умрет. Тед Банди всегда привлекал много общественного внимания. И день его казни не был исключением. По всему полю стояли фургоны со всех телеканалов страны. На улице были тысячи людей. Тед Банди. 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 Тед пытался свалить всю вину на порноиндустрию. Но ведь это бред. Все мы взрослеем, имея доступ к порнографии. И это не превращает всех нас в серийных убийц. В правом случае, когда я говорил, когда я говорю о порнофи, он сказал, что никогда не сказали, что следовало меня сделать. Но я сделал то, что я мог бы пытаться иметь, чтобы помогли. Он сказал, что не LINC d 1918! что это не могло сделать. Я сделал это, потому что я хочу сделать. С saw أناgerоза Все официальные свидетели прибыли туда рано утром, их посадили в автобус и отвезли к камере смерти. После они зашли в смотровую часть, двери распахнулись, зашло два крепких надзирателя, а между ними Банди, бледный, как полотно. Они подвели его к электрическому стулу и пристегнули. Ему разрешили сказать последние слова, и он сказал, что сожалеет, что причинил столько неприятностей. Затем они опустили ему на голову шлем с черным капюшоном. Парень по телефону дал отбой, и они опустили выключатели. Когда электричество отключили, врач расстегнул его рубашку и приложил стетоскоп, а потом сделал шаг назад и объявил Теодора Роберта Кауэлла мертвым. Свидетели вышли из тюрьмы, чтобы сообщить о смерти Банди. Толпа возликовала. Потом приехал Катафалк и забрал его тело. Кто-нибудь знал настоящего Теда? Знал ли он себя сам? Был ли он просто злым гением? Или было что-то другое? Этого ни я, ни ты никогда не узнаем. Мы хотим, чтобы мы могли бы видеть эти опасности. Но, что-то, 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 что-то не может видеть. Люди не понимают, что наши потенциалки могут быть. С наступающим, друзья! Друзья, продуктивного 2020 года, хорошей жизни и... Хорошей жизни!